всем привет сегодня у нас будет продолжаем тему проблематика знаков пропинания в японском языке проблематика в том плане потому что в русском языке у нас нет аналогов которые бы утвердились в грамматике русского языка сегодня поговорим снова по многоточия дело в том что там в японском языке они так это многоточие будет использовать это не так и сяк и это показывают а у нас в русском языке только три точки и все больше никак по-другому это выразить свое молчание нельзя но давайте только вспомним что у нас все-таки манга как я говорила в первом видео когда говорил начинал начала тему проблематику манга это такая штукенция же там у нас есть устная речь где у нас присутствует какая-то интонация и все это нужно как-то в письменном виде передать то есть мы должны передать устную речь без использования смайликов без использования звуков стaltung речь нам нужно передать в письменном виде с каким с нужной нам интонацией чтобы приносить мы можем использовать форму облачка могу чтобы пусть у нас сделать вот такая мягкая прикольная пушистенькая можно резкая сделать такой с острыми углами как крик можно использовать различные шрифты а японцы еще и зашраются и применяют знаки пропинания и эти знаки пропинания по один из них я уже рассказала это знак удлинение гласный один из них был просто прямой второй был волнистый вот сейчас мы поговорим про то как они используют многоточие в своих своих в это как в своей манге и так многоточие у них как видите на данной картинке очень много тут многоточие там здесь 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 везде многоточие стоит и все это тоже какой-то свою эдакую нотку ставится по правилам русского языка мы везде многоточие должны ставить три точки то есть здесь бы за этой точки здесь три точки и здесь три точки и получается что все будет выглядеть одинаково то есть везде будет одинаковое молчание если мы на японский вариант посмотрим то мы увидим что здесь она чуть подольше помолчала здесь дольше помолчала здесь не так сильно долго молчала тоже не так недолго молчала и здесь недолго молчала здесь очень долго помолчала и снова недолго помолчала видите какая-то разница сразу чувствуется не все одинаково а все время по разному в молчании у нее тоже разный так обычно японцы используют три точки всегда их комбинирует то есть многоточие это три точки два многоточие то шесть точек то здесь 1 2 3 4 5 6 точек здесь нужно 6 точек 3 точки 33 здесь если почитаем тоже можно три группы произвести 1 2 3 1 2 3 1 2 3 т.е. тут в нас тройное многоточие тут то же самое для этой в количестве раз два три раз два три 1 в 3 то есть у нас 2в3 то есть есть тут двойноеator двойное потому что не запутаться все во всем этом деле а у нас среди русских онлайн то есть у нас в ру-лайн плотчей мы на русский переводим язык значит среди команд пирочков на русский язык у нас завелась такая традиция писать пятиточи То есть, когда мы делаем многоточие, допустим, сейчас найду какой-нибудь примерчик хороший, вот, допустим, да, у нас есть облачко, вот такое узенькое, узенькое облачко. Здесь на сколько точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять точек у нас, то есть тройное многоточие. Если мы вот эту штукенцию на русский лад переведем, то нужно это дело поставить не вертикально, потому что мы не читаем вертикальный текст, мы поставим это дело горизонтально. И если все девять точек составить вот такое узенькое облачко вот сюда вот, то у нас эти девять точек просто наоборот не поместятся. Поэтому у нас среди переводчиков манги на русский язык как-то так само сложилось, что мы как бы условили, что пять точек нам будет достаточно. То есть, мы делаем эти пять точек чуть побольше размера, чтобы они были видны в этом нашем облачке, да. Мы делаем не три точки, потому что если мы делаем три маленьких, мелких точки, поставим вот так вот сюда, в это самое маленькое, в это облачко, то это будет слишком мелко и незаметно. Поэтому делаем пять точек, они будут по размеру чуть побольше, они будут заметны тем самым, если мы далеко вот так вот отъедем, то они будут заметны. И они помещаются по ширине в это самое облачко. Девять точек сюда не поместятся, именно поэтому у нас идёт пятиточие, а не девяти точие. В конце концов. Дернёмся к нашему, к этому примеру. Многоточие, пятиточие, которые мы условили использовать как знак молчания, мы используем только в тех облачках, где у нас нет текста вообще никакого. То есть, там пустое облачко и только точки молчания стоят. Здесь у нас такого не присутствует. То есть, везде есть какие-то буквы, то есть, она начинает какую-то фразу, не может её договорить до конца и уходит в молчание какое-то. То есть, здесь у нас долгое молчание уходит, долгие раздумия. Здесь у неё очень долгие раздумия. Но всё-таки не полностью молчание, потому что здесь всё-таки присутствует какое-то слово. То есть, если бы это слово тут не присутствовало, то мы бы пятиточие здесь могли поставить бы. Но японцы решили иначе. Как с данным случаем перевести довольно-таки сложно. Мы, когда переводили, мы старались всё-таки грамотику русского языка соблюдать, и мы везде поставили обычное, маленькое, многоточие, которое состоит всего лишь из трёх точек. Получилось, что везде у нас одинаковое молчание было. Если бы мы могли бы грамотно... Если бы вот это двойное или тройное многоточие вошло бы в грамотику русского языка, то мы бы также смогли бы это всё дело передать так, как хотел автор данной манги. Так, едем дальше. Дальше у нас есть примерчик, примерчик. Где у нас здесь примерчик? Вот оно, здесь то же самое. Здесь у нас примерно то же самое, что и в предыдущем раз. То есть, сначала идёт многоточие, то есть, сначала молчание, потом говорит нет, потом снова типа молчит, то это самое раздумывает уже подольше немножко. Потом какую-то фразочку говорит, потом снова двойное молчание идёт. Вот. Когда по-русски это переводится, то вот эта пауза одинаково по размеру, что это, что и эта пауза. Хотя, на самом деле, оно не так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сочетание знака пропева и многоточия. Вот так оно идёт. В русском языке знака пропева не существует пока что. Пока что не существует. Возможно, мы его внедрим как-нибудь, да, всё-таки. Но если будем внедрять, то будем знать, что сначала идёт знак пропева, а потом идёт многоточие. Далее. Сочетание многоточия и других знаков пропевания в конце предложения. Японцы здесь, они более гибкие, чем мы. Они могут ставить многоточие и перед знаками в конце предложения, и после них также. Вот так можно поставить. Мы в русском языке очень сильно в этом деле ограничены. Вот это три версии сочетания многоточия с другими знаками в конце предложения. И больше, как бы, у нас вариаций тут нет. Смотрите, у нас получается здесь вот этот вариант. Это у нас по-русски будет неграмотно. Нам нужно, чтобы многоточие было всего три точки. То есть точка от вопросительного знака в точка 2, точка 3. Вот эту четвёртую точку нужно будет стереть. Ну, в смысле, её как-то убрать, да. Так будет грамотно по-русски это дело будет действовать. То же самое с восклицательным знаком. А когда мы делаем сочетание вопросительный знак плюс восклицательный знак плюс многоточие, то от многоточия остаётся одна маленькая жалкая точка, которая вообще, можно сказать, незаметна будет. То есть, имея вот такие жёсткие рамки, нам приходится очень много всякого, всей донации просто-напросто игнорировать. То есть, когда мы переводим мангу и ставим вот такие вот знаки, мы очень много теряем, когда переводим так вот, с такими жёсткими рамками. Японцы, они делают вообще как захотят. Я даже заметила, что они многоточие, в принципе, как знак припинания в конце предложения и не используют. То есть, это какой-то знак молчания, затухания какого-то. Но как знак в конце предложения, который заканчивает предложение, они его не используют. Почему я так решила? Потому что есть вот такой пример, вот он. То есть, у нас есть многоточие, а потом ещё и точка в конце предложения. Большая, такая толстая, жирная точка. То есть, получается, что многоточие, оно не заканчивает предложение, а вот эта точка, оно заканчивает предложение. Если вы видели моё предыдущее видео про многоточие, там тоже у меня было такое, пару ситуаций по рассказу, когда у нас есть фраза, которая как бы разделена на, припроще многоточие, но при этом как бы это одно предложение, и мы вторую часть пишем с маленькой буквы. То есть, мы не с большой буквы пишем, как новое предложение, а мы с маленькой буквы начинаем. Получается, что многоточие, которое между ними стоит, оно играет роль не конца предложения, а просто какого-то знака молчания как раз-таки. То есть, это не знак, с которым мы могли бы закончить предложение в данном случае. Вот здесь у нас многоточие, это у нас просто декор. Тут, пожалуйста, не обращайте внимания на это дело. Это просто элемент декора. Дальше что? Здесь, по-моему, больше чего-то нету. А, нет, да, есть. Вот ещё. Вот такой у нас тоже есть знак. То есть, у нас ещё многоточие, а потом скрицание. Ещё таких вот знаков. Вот здесь их тоже очень много. Здесь их очень много, здесь он что-то говорит. Здесь говорит «что», то есть, как бы он пытается сказать слово «что», но его не договаривает, то есть, это знак многоточия означает, что он не договорил слово, потом идёт удивление, потом он снова говорит «что» и снова удивляется. Ну, в смысле, вот эта фразочка уже с каким-то удивлением идёт. Так вот, что я по этому поводу думаю? Я считаю, что здесь, если мы напишем вот таким вот образом, то есть, это вот, секундочку, «четы», то есть, как бы он не договорил слово «что», потом он ставит знак вопроса, потом восклицание, потом многоточие, сочетая как по-русски грамотно. И вот это выглядит очень-очень как-то скудненько и грустненько на самом деле. Потому что здесь он говорит, что потом удивление, то есть, немое удивление получается, а потом он снова говорит «что» уже с такой интонацией. То есть, идёт как бы «что», прервание «что», удивление, немое удивление, потом снова повторение от этого «что». Здесь то же самое. Он говорит фразу, он её как-то не договаривает, да, ну, или там замолкает в конце предложения, а потом у нас после всего этого идёт снова какое-то немое восклицание. То есть, если мы это немое восклицание будем считать как отдельное предложение, в котором просто-напросто нет слов никаких, то, в принципе, это будет звучать грамотно. Просто-напросто представьте, что перед восклицательным знакомом есть какие-то слова, только они пустые слова, они просто-напросто немые слова. Получается, что это одно предложение, которое заканчивается многоточием, а это уже другое предложение. И тогда это будет выглядеть грамотно, мне так кажется. Так, что у меня тут ещё какие-то примеры есть? С этим мы разобрались. Вот здесь у нас есть сочетание, сочетание знака пропевания плюс сочетание нашего многоточия. В японце они решили вот таким вот образом это сделать. Здесь на что? Здесь надо делать молчание и восклицание, да? А здесь у нас получается, что мы условились ставить пятиточие, да? И об этом я только что сказала уже. Значит, в символ молчания мы решили сделать пятиточие. Но если мы будем воспринимать вот это восклицание как отдельное предложение, получается, что здесь мы знак молчания поставить не можем, потому что облачко не пустое. Тут у нас есть молчание плюс предложение с немым восклицанием. Получается, что здесь нужно будет поставить многоточие для молчания, причём двойное многоточие для молчания, а потом это немое восклицание идёт. Вот так должно идти по идее. И ещё я думаю, что в данном случае, получается, можно будет разделить эти предложения на две строчки. То есть написать надо будет вот так вот. То есть двойное молчание. Раз, два, три. Раз, два, три. Потом можно начать новое предложение с той строчки и тут поставить восклицание. Мне кажется, что вот так вот можно будет делать всё-таки. Либо мы оставляем просто-напросто вертикальный текст, как японцы это делают, и не заморачиваемся. Так, что ещё хотел сказать? Да, насчёт этого знака молчания пятиточия. Если мы будем вот так вот всё-таки воспринимать, то тогда, в принципе, может нам и не нужно это самое знак молчания вводить как-то вообще. Может, это всё-таки излишки какие-то. Ну, короче, если надо, то тоже будет немножко подумать, что мы будем с этим делать. Так, что-то у нас ещё. Тут у нас двойное молчание. Это, в принципе, с этим уже разобрались. Здесь у нас тоже молчание, потом немое восклицание в конце идёт. И здесь то же самое, что и с предыдущего раза, только уже не восклицание немое, а вопрос, немой вопрос получается. Фук здесь у нас точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть тройное многоточие, а потом немой вопрос идёт. Вот. Было бы очень интересно, что вы думаете по этому мнению. Пишите, пожалуйста, в своих комментариях, как вы считаете, стоит ли нам ставить русские эти самые знаки пропинания, то есть как нам в русском природе ставить знаки пропинания. Так же, как японцы это делают, либо же придерживаясь всё-таки наших жёстких этих правил, этих вот трёх штукенций наших, да, либо же придумывать что-то своё отдельное, эдакое, новенькое. Буду очень рада знать ваше мнение. Всем спасибо за внимание, и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok